МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. У природы есть плохая погода, когда в Республике закончат уборку урожая. Все на субботник Чуваша поддержала всероссийскую экологическую акцию, где наводили порядок в первую очередь. Занавес открывается, что ждет зрителей в новом сезоне театра оперы и балета. В Республике продолжаются уборочные работы. Аграрии преодолели экватор. Скошено более 150 тысяч гектаров. Первые итоги осенней страды обсудили на планерке у главы региона. Капризы погоды отражаются на темпе уборочной страды. На этой неделе теплых дней синоптики не обещают. Минцельхозе региона прогнозируют, что завершить сбор урожая аграрии смогут не раньше, чем через неделю. По оперативной информации, на жатве задействовано около 550 зерноуборочных комбайна. Также ведется закупка государственными операторами зерна. На 4 сентября закуплено чуть больше 50 тысяч тонн зерна урожая 2017 года. Наша задача – все убрать. Мы дали возможность отдельные поля перевести кормовые культуры, где на самом деле засырены зерновые и зернобобовые культуры. Соответственно, эту работу надо проводить. Ни одного гектара урожая под снегом не должно оставаться. Зерновые культуры пережили дождливое лето. Урожайность каждого гектара превышает 27 центеров. Проблем с заготовкой семенного фонда у переработчиков возникнуть не должно. Продфонд свои планы перевыполнит на сегодняшний день. Они меняют в основном на удобрения. По сравнению с прошлым годом объемы завоза удобрений под осень в два раза больше. 20 тысяч тонн чувашливого продукта закупили. Всего по республике обмолочено 183 тысячи гектаров. В прошлом году было 281 тысячи. Намолочено 500 тысяч тонн зерна. В прошлом году на эту дату было 635 тысяч. При урожайности 27,3 центнера. По сравнению с прошлым годом на 4,7 центнера урожайность больше. В городах республики открылись ярмарки дары осени. Именно здесь овощи и картофель реализуют без посредников. А значит по низким ценам. Всего открыто 6 основных торговых площадок, где места предоставляются на безвозмездной основе. По просьбам жителей открыто дополнительно 3 торговые площадки. Винокурова 21, 10-й пятилетки 64, Еленковский проезд, дом 1. Также места предоставляются на безвозмездной основе. В сельхозярмарках принимают участие хозяйства Цивильского, Чебоксарского, Мариинского, Посадского и Брестинского районов. Ценовая политика сельхозярмарок регламентирована. Стоимость картофеля не превышает 16 рублей. Килограмм моркови обойдется в 23. Но большинству фермеров сейчас не до торговли. В разгаре уборка урожая. Помощь аграриям должны оказать кооперативы. У нас есть кооперативы, некоммерческие организации, которые созданы. Система Чувашево-Потребсоюза, они должны заниматься продажей и продвижением этой сельхозяйственной продукции с минимальным количеством посредников. Спрос на экопродукты растет. Ярмарки «Дары осени» работают неделю. И за это время реализовано порядка 60 тонн картофеля и овощей. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Чуваши укрепляет партнерство с Белоруссией. В Минске провели заседание рабочей группы по расширению сотрудничества двух республик. Итоги официального визита подвели сегодня. Беларусь – стратегический партнер Чуваши. Только по итогам прошлого года внешний торговый оборот превысил 4 миллиарда рублей. Сейчас свою продукцию в Минск поставляют более 20 предприятий нашей республики. Но этот список может быть расширен. Белорусские партнеры проявляют интерес к строительным материалам и лакокрасочным покрытиям. А в АлатРе может открыться сервисный центр Минского тракторного завода. Есть и другие договоренности. Компания «Фердавиль» – это у нас производитель лазерного оборудования. Сегодня организует совместно на территории Республики Беларусь предприятие. Компания «Визас» – это тоже крупная компания по производителю оборудования для того, чтобы поставлять лазерные станки на рынок Беларуси. Кроме того, на базе «Серхозакадемии» договорились о создании учебного класса Минского тракторного завода. На еженедельной планерке в администрации Чебоксар обсудили ход ремонта городских дорог. Сейчас в столице пять основных объектов, в котором приковано пристальное внимание. Основные силы брошены на строительство московского моста. Здесь уже разобрали проезжую пешеходную часть, а вывозится мусор. Работы ведутся по графику. Еще один объект – дорога, соединяющая улицы Карла Маркса и Ярославская в районе дома торговли. В конце сентября участок должен быть сдан. Правда, у представителей администрации возникают сомнения, что подрядчик завершит работы в срок. А вот строительство дороги Держинского-Пушкина нареканий не вызывает. Опытный подрядчик справится с трудным рельефом участка дороги и с сжатым сроком выполнения работ. До первого сентября должны были отремонтировать участок дороги Фучика-Айги. Но строительная компания не завершила ремонт до указанной даты. ООО «Сувор» обязался завершить все оставшиеся работы в срок до 31 августа. Однако указанные работы не были выполнены в полном объеме. На данный момент оставшиеся работы завершены ориентировочно на 50%. 285 первокурсников Сызранского летного училища произнесли самые главные слова на верность Родине и своей профессии. Военную присягу принимали и наши земляки выходцы из Чувашии. Подробности в репортаже нашего корреспондента Ордиона Архипова из Сызрани. Мужество измечать свободу и независимость, культурный строй России, народ и отечества. Из года в год растет популярность профессии военного вертолетчика у наших чувашских ребят. Этому поспособствовали в том числе и ежегодные экскурсии в Сызранское летное училище, которое организовывает и проводит его выпускник. Кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Когда офицер, принимая решение, трудную минуту вспоминает день присяги, поверьте, это легко становится и всегда успешно выполняешь боевую задачу. Я еще сегодня полномочен передать приветствию главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, который лично курирует профориентацию чувашской молодежи, а именно поступление и стать военными летчиками в нашем родном училище. Поэтому всем огромное спасибо руководству нашего училища, преподавательскому составу, в ветеранской организации, потому что налажены с 2008 года ежегодные наши посещения, училища до 100 человек, старшеклассников, дают свои плоды. Десятки поступивших ребят из Чувашии, их счастливые и благодарные родители – результат этих поездок. У меня сюда сначала поступил двоюродный брат, он тоже из Чувашии. Я точно так же, как Николай, приезжал сюда на экскурсию, которую организовал Матвейд Геннадий Петрович. После этого мне тоже захотелось сюда, я тоже выбрал дорогу к небу. Путь к погонам непрост. Одни экзамены и профессиональный отбор чего стоит. Для прохождения врачебно-летной комиссии требуется отличное здоровье и физическая подготовка. Итог испытаний – курс молодого бойца. Интересные случаи были. Мы стреляли из автомата. Это в первый раз, получается. Поначалу закладывают уши, это непривычно. Также над нами, когда мы копали окопы, над нами пролетали вертолеты. Они пролетали очень низко. Он готовился очень хорошо, это, правда, переживал. Он физически тоже готовился, и экзамен готовился. Все это, как говорится, очень старался. Мы рады за него, конечно. В училище созданы все условия для подготовки высококвалифицированных вертолетчиков. Учебно-материальная база состоит из новейших тренажерных комплексов. Аудитории и классы спецподготовки оборудованы по последнему слову техники. Практика начинается на современных учебных вертолетах, а заканчивается на боевых. Здесь почва подготовлена, ребята более подготовленные придут. И вот этот тандем, когда Михаил Васильевич, Геннадий Петрович, они работают, ну и другие, конечно, представители Чувашской республики, это только на плюс. Это качество подготовки, это уровень отбора. И в итоге это скажется, конечно, и на престиже как нашего училища, так и Чувашской республики, и, наверное, вооруженных сил в целом. Присутствие ваших ребят в стенах нашего училища, оно будет только расширяться. Успешное сотрудничество Сызранского летного училища и Чувашии уже сейчас открывают новые перспективы. Не случайно именно летное училище будет шефствовать над строящимся в Чебоксарах республиканским кадетским корпусом. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В День знаний Героя Советского Союза и России провели урок мужества для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса имени генерала Маргелова. В праздничном мероприятии принял участие и полномочный представитель президента России в Привловском федеральном округе Михаил Бабич. Герои Советского Союза и России. Их подвиги легли в основу художественных произведений и фильмов, став примером для нескольких поколений. Алексей Романов – живая легенда. В составе полка он принимал участие в военных действиях сначала в Афганистане, а затем в Чеченской республике. В июне 95-го года батальон майора Романова десантировался в тыл чеченских боевиков и заблокировал все пути отхода банформирований, взяв в плен большую часть противников. За боевое мастерство, мужество и находчивость при проведении этой операции Алексею Романову присвоили звание Героя Российской Федерации. Ветеран воздушно-десантных войск уверен, сделать из мальчика настоящего мужчину можно только в стенах военно-учебного учреждения. Я считаю, что кадетские корпуса нужны, потому что они дают возможность человеку получить хорошее знание и определиться в будущей профессии. Главное, чтобы после окончания кадетского корпуса вышел замечательный гражданин нашей страны. Здесь же не готовят к войне, не готовят военного человека. Здесь дают навыки определенные, которые могут пригодиться в жизни. И от того, что здесь замечательная материально-техническая база, замечательный педагогический состав, я думаю, что благодаря этому выйдут достойные граждане нашей страны, способные любить нашу страну и в нужное время встать на ее защиту. Нижегородский кадетский корпус открыли несколько месяцев назад. Он стал пятым в России за последние пять лет. На подходе шестой в столице Чувашии. Таким образом, около трех тысяч будущих защитников Отечества получат возможность изучать азы военного дела в высококлассных специализированных учреждениях. Упор мы делаем на воспитание, на образование ребят, на их подготовку к защите Отечества. В любом качестве, которое они для себя выберут. Конкурс растет, находит сейчас до 8 человек на место в кадетском корпусе. Образование очень востребовано. И мы, конечно, и дальше будем продолжать и создавать материально-техническую базу. Михаил Бабич представил кадетам каждого из почетных гостей, рассказав об их героизме, решимости и мужестве. Ветераны вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий. А кадеты получили возможность увидеть более полную объективную картину тех самых событий. Кроме того, почетные гости оценили инфраструктуру кадетского корпуса. Автодром, стадион, воздушно-десантный городок, общевысковую и штурмовую полосы препятствий. В ходе торжественной линейки Михаил Бабич вручил 84 новобранцам их первые погоны. Взгляд свысока. В Чувашии за ситуацией на дорогах следят с помощью беспилотников. Сотрудники госавтоинспекции с помощью летательных аппаратов фиксируют нарушения, выявляют лихачей и первыми информируют о пробках и заторах. Егор Алексеев расскажет, сколько дорожных нарушителей привлекли к ответственности с помощью беспилотников на одном из самых опасных участков дороги в Цивильском районе. Сотрудники полиции готовят летательный аппарат к запуску. Процедура не занимает много времени и крылатый страж порядка устремляется в небо. Тем временем инструктаж проходит и инспектор в ГИБДД. На федеральной трассе в Цивильском районе они с помощью беспилотника будут выявлять дорожных нарушителей. У нас участок будет, не доезжая до вышки. Дальше вышки не летаем, до Шокозан. Этот участок автотрассы выбран не случайно. На дороге федерального значения немало лихачей и нарушителей. Страшная авария здесь приключилась всего месяц назад, в конце июля. После столкновения большегруза и микроавтобуса погибли трое человек. Шестеро получили тяжелые травмы. Управляет беспилотником специально обученный сотрудник полиции. Картина с воздуха поступает на мониторы в режиме реального времени. Крылатый страж порядка фиксирует первого нарушителя. Водитель на большой скорости обгоняет фуру. Однако этот опасный маневр здесь запрещен. Эта дорожная полоса выделена лишь для желающих съехать с автотрассы. На восьмом километре автодороги А-151 выявлен нарушитель. Остановите, пожалуйста, ликовая, черного цвета. Нарушителя останавливает сотрудник госавтоинспекции. На водителя оформляют протокол за нарушение ПДД. Не успевает он отъехать, а воздушный полицейский замечает очередного лихача. При знакомстве с ним инспектор ГИБДД выясняет, что мужчина любит ездить не только нарушая правила. У него вдовавок отсутствуют необходимые для вождения документы. Страховой полис? Нет. Нету? Нет. Чувствую? Вставляют протокол. Хорошо. Только за час работы беспилотника на этом участке дороги в Цивильском районе сотрудники ГИБДД выявили более 15 грубых нарушений, которые совершили водители. А именно это выезд на встречную полосу движения и неправильное расположение автомобиля на проезжей части. Беспилотный летательный аппарат полицейский использует в самых разных целях. Выявление нарушителей на дороге лишь одна из его предназначений. Его также поднимают в воздух, чтобы найти потерявшихся людей или для обеспечения безопасности граждан на массовых мероприятиях. 3 сентября в мемориальном комплексе «Победа» прошла акция «Свеча памяти». Ежегодно в этот день по всей стране проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями 2004 года. Тогда боевики захватили заложников в одной из школ Беслана. Около 200 чебоксарцев собрались, чтобы почтить память жертв террористических атак и сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга. В ближайшее воскресенье в Чувашии пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного совета и городского собрания Чебоксара. На еженедельной планерке в администрации города обсудили подготовку к единому дню голосования. Судатский мандат в Государственный совет по Центральному одномандатному округу и шесть в городское собрание столицы. По словам заместителя главы администрации города Алексея Маклыгина, сейчас устраняются недоделки на участках, проверяется их безопасность. Работники газового хозяйства республики отметили профессиональный праздник. 60 лет назад в Чувашии появилось голубое топливо. Работников и ветеранов отрасли участвовали на базе загородного санатория. К профессиональному празднику приурочили и спартакиаду газовиков. К лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Глава республики отметил, что благодаря их труду жители Чувашии живут в комфортных условиях и получают тепло. Сейчас сеть наружных газопроводов республики превышает 15 тысяч километров. На очереди масштабная инвестиционная программа. В ближайшие годы голубое топливо появится и в Заволжье. Это очень сложный вопрос. Сегодня завершаем предоставление всех документов по государственной экспертизе для того, чтобы наш проект прошел государственную экспертизу. Если раньше город Чебоксара зависел только от головного ГРП номер один, а сегодня мы заканчивали город Чебоксара за счет горы ЕС-3, который в северо-запад полностью, и мы можем при технологическом процессе, когда этот бой происходит в одном из участков, тогда мы можем с другой стороны запитать город Чебоксара. Уровень газификации у нас высокий. Это правда, это факт, потому что за последние годы и бюджетные средства выделяли, и газификация в населенных пунктах сработала по нашей республиканской программе. По шаговым мы микрорайоны тоже будем газифицировать. На уборку всей республикой Чувашия поддержала масштабную экологическую акцию «Зеленая Россия». Одной из точек массового субботника стал Берендеевский лес. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы привести в порядок Берендеевский лес, участникам субботника пришлось взяться не только за грабли, но и бензопилы. Территория этого парка буквально завалена сухостоем. На уборку валежников вызвались члены правительства и глава республики. Мужская команда поработала на славу. Массовый субботник поддержали тысячи жителей. Только в столице республики успели очистить от мусора четыре парка и берега Заволжского озера из Яр. Я надеюсь, Чувашия будет звучать ярко, будет звучать по-зеленому. И вот этот наш слоган «Все на генуборку страны», он, наверное, символизирует начало осени. На борьбу с мусором многие горожане вышли целыми семьями. Когда мы сами ходим на природу, мы всегда убираемся с собой, никогда не оставляем грязь. И нас всегда возмущает, что почему нельзя за собой убрать. Но то, что вот такие экологические субботники мы проводим, тем более, что с ребенком, мы надеемся, что ребенок вырастет именно с правильным пониманием. Я хочу, чтобы мой город стал чистым. За считанные часы работы трудового десанта в Берендеевском лесу собрали полный грузовик перемолотых веток и целые горы мусора. В заполненных мешках пластиковая посуда, коробки и бутылки. Берендеевский лес у горожан пользуется большой популярностью, но далеко не все здесь стараются отдыхать культурно и убирать после себя мусор. Вот что оставляют люди после пикников на природе. Субботник будет продолжаться вплоть до 30 сентября. Фронт работ, парки, скверы и дворы. Эта акция нужна для того, чтобы бережно мы относились к природе. Я недалеко отсюда даже живу. В этом лесу я часто прогуливался и с семьей, пробежки разные. На велосипеде катался. Здесь очень много было деревьев. Вот когда этот лесной массив мы перевели уже подведение республиканских органов и городских властей города Чебоксары, намного стало чище. Я благодарен всем тем, кто занимается наведением порядка, наведением чистоты. А вот так в ближайшие годы изменится роща Гузовского. Здесь оборудуют веревочный парк и центр экстремальных видов спорта с тренажерами и трамплином. Мы поставим подушку, технологии есть. Такая горка есть в Москве, в Казани ее нет. В следующем году мы сделаем. Сейчас у нас 90% отдыхающих, это молодые родители с детьми. То есть детям интересно, родителям удобно, все отдыхают. Проекты благоустройства парка до конца этого года обсудят с горожанами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. В Чувашском государственном театре оперы и балета готовится к новому сезону. Откроется он 7 сентября показом оперы Федора Васильева «Шевармань». Наш театр республиканский, национальный театр. Открываемся мы поэтому национальной оперой. Сразу же после этой оперы мы показываем балет «Лебединое озеро». И третье мероприятие, которое у нас пройдет на первую неделю, неделю нашего открытия, это концерт «Оперетта Гала», которым мы закрывали прошлый сезон. Осенью в театре ожидается много интересных встреч и премьер. 28 и 29 октября вниманию больших и маленьких зрителей будет представлена премьера балета Карена Хачатуряна «Чиполина». Художник-постановщик балета, заслуженный художник Чуваши и новый директор театра Валентин Федоров. Сразу после окончания сезона коллектив театра отправится на гастроли в Ярославль, где будут показаны лучшие балетные спектакли театра «Боидерка», «Спящая красавица», «Авальпургива ночи» и «Кармен Сюита». Они точно уверены в своем выборе вуза и профессии. Первые пары уже прошли. Впечатлениях студентов Чувашского государственного университета имени Яковлева смотрите далее. А я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До свидания. Высокая стипендия, количество бюджетных мест, отзывы о преподавателях и хорошее общежитие. Вот что мотивирует студентов при выборе того или иного вуза. Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева не отстает ни в одном из критериев. Вот у нас сегодня нет проблем учиться в общежитие. Любого, кто желает, мы устраиваем в общежитие. Все общежития отремонтированы. У нас прекрасные санатории. Каждый пятый студент ежегодно имеет возможность пройти лечение и отдых. Прекрасный бассейн, спортивные залы шикарные. Столовая. Их много у нас. Комплекс на бед 70, максимум 80 рублей. Для отличной учебы у студентов ЧГПУ есть хороший стимул. Повышенная стипендия, размер которой может доходить до 9 тысяч рублей в месяц. Получить ее могут студенты любого курса, даже новички. В этом году на первый курс поступили 1200 абитуриентов. 739 из них бесплатно. Все лето вуз готовился к встрече первокурсников. На обновление общежития было потрачено 15 миллионов рублей. Мы каждый третий рубль в Чувашской республике направляем в общеобразовательную среду. Это в инвестиции молодых людей. Но как учителя, с большой буквы, я рассчитываю на вас. Будете готовить профессионалов своего дела. В ЧГПУ обучается более 6 тысяч студентов на 10 факультетах. Многие ребята заняты в общественной и творческой жизни республики и страны. Недавно активисты факультета художественного и музыкального образования съездили на фестиваль «Российская студенческая весна». Студенты подготовили грациозное дефиле по мотивам сказки «Маленький принц» и заняли второе место в номинации «Театр костюма». Как признаются юные таланты, в этом большая заслуга преподавателей. Этот университет славится своими хорошими педагогами. Я знаю очень многих выпускников отсюда. Они очень много добились в жизни, очень достойно показывают себя. Я решила, что мое место тоже здесь. Мне очень нравится. Я ни капли не пожалела, что поступила сюда. Меня устраивает просто абсолютно все. Для тех, кто желает получить заочное или дополнительное образование на платной основе, двери вуза открыты до 17 октября. Все подробности на сайте chgpu.edu.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова